Нашел интересный недорогой хостинг от 69 рублей в месяц с неограниченным трафиком, ежедневным бэкапом, одной из самых важных круглосуточная техподдержка и так далее. Меня зовут Федор Васильев, давайте в этом видео подробно рассмотрим данный хостинг. Итак, как я уже сказал, я нашел достаточно интересный хостинг. В этом уроке детально рассмотрим регистрацию на хостинге, какие здесь есть тонкости, нюансы, как и в процессе регистрации, и в дальнейшем, в следующих уроках, то есть это, наверное, будет такой небольшой сериал по данному хостингу. Первое, на что я бы хотел обратить внимание, давайте посмотрим на тарифы и что предлагает данный хостинг. Во-первых, вот здесь вот есть такое меню. Вы можете видеть, что мы можем выбрать хостинг сервера, как в России, Германии и Нидерланды. Потом есть хостинги специализированные для платформ КМС, то есть 1S Bittrex, WordPress, вы видите, всеми любимый OpenCard и так далее. В этом видео давайте зарегистрируем обычный хостинг, и давайте вот здесь вот на главной странице хостинга кликнем «Выбрать хостинг» и посмотрим тарифные планы. Ссылку на данный хостинг вы найдете в описании под этим видео. Нажимаем «Выбрать хостинг». То, что давно я для себя уже вывел, это круглосуточная техподдержка. Во-первых, здесь есть вот такой вот чат live, где вы сможете задать свой любой вопрос относительно хостинга. Наличие уже вот такого чата уже большой плюс данному хостингу. И здесь нам нужно сразу понимать, вот в этой тарифной сетке, что нам здесь подойдет. Вообще, если сайт у вас только созданный, например, вы сделали на локальной машине первый свой сайт небольшой, то, конечно, можно отталкиваться от самого дешевого хостинга, так как потом переехать на другой тарифный план, скорее всего, не составит какого труда, если ваш сайт подрастет. Но все равно давайте здесь разберемся. Во-первых, можно выбрать, где расположение серверов будет «Россия», «Германия», «Нидерланды». Сразу хочу сказать, что если выбрать «Нидерланды», то цена чуть-чуть подороже, например, вот у первого тарифного плана. Я выберу, например, «Россия». И давайте смотреть. То есть сайт, если вы только создали, сайт небольшой, или вы просто хотите сразу прямо на хостинге сделать свой первый сайт, то сразу смотрим, место на диске дается 1 гигабайт. Ну, не шибко много, но сразу смотрим, что 69 рублей в месяц платить за данный хостинг. И на первых этапах, возможно, 1 гигабайта вам и хватит. Количество сайтов и базы данных. Ну, один сайт, одна база, понятное дело. То есть два сайта не сможете здесь разместить. Если у вас сразу несколько сайтов, то сразу тариф, смотрим, подороже. Резервное копирование ежедневно. Что такое резервное копирование? Это создание копии вашего сайта. На всякий случай. Если вы, например, обновитесь на вашем движке сайта, и что-то пойдет не так, всегда можно будет откатиться до резервной копии, до первоначального вида, когда у нас все хорошо работало. Ну, трафик, значок обозначающий, не ограничено. Ну, это как бы у всех. Какая используется панель управления? СССР на сегодняшний день неотъемлемая часть любого сайта. Если у вас сайт серьезный, да? Если вы не знаете, что такое СССР, можете почитать в интернете. В особенности, что об этом говорит Google. То есть без этого уже сайт делать в принципе нельзя. И хостинг нам здесь пишет free, бесплатно. Ну, насколько это бесплатно, будем разбираться дальше. Причем у каждого тарифного плана SSL здесь идет free. Скорее всего, это на год. Цена за хостинг, услуги можно платить в любой валюте. И здесь интересный момент. Вы можете потестировать данный хостинг в течение 7 дней. Вот, внизу вы видите кнопочку. У каждого тарифа есть 7 дней. Или заказать сразу. Конечно, давайте потестируем. И в этом видео посмотрим процесс регистрации. Нажимаем тест 7 дней. На этом шаге давайте поговорим. Если у вас уже есть домен, то есть адрес сайта, здесь нужно понимать такие моменты. То есть здесь есть выбор. Я обновлю нейм сервера для существующего домена. Или зарегистрирую новый домен. То есть из описания вникаем. То есть если у вас есть домен, вы обновите нейм сервера данного хостинга. Если у вас нет домена, то можно выбрать третью галочку. Я хочу, чтобы зарегистрировали новый домен для меня. И третий вариант. Я хочу перенести свой домен в данный хостинг. Соответственно, так как я записываю урок для обучения, поэтому мне здесь регистрировать домен не нужно. Соответственно, я, лично я выбираю вот этот третий вариант. Я хочу перенести свой домен. Вы, конечно же, выбираете тот вариант, который вам подходит. Именно вам. Ниже нужно прописать имя домена и вот здесь выбрать зону. У меня это тестовый домен, поэтому я ставлю demo.ru. Нажимаю на кнопку ниже. Здесь нам показывается, что в год домен стоит столько-то. Но я его покупать не буду. Это у меня тестовый домен. И ниже показано, какие недоступны. Опять я нажимаю на кнопку. Нажмите для продолжения. Нажимаем. И, так сказать, мы попадаем в корзину. Но мы еще с вами не зарегистрировались. То есть, смотрите, хостинг SSD в России промо 0 рублей бесплатно. Вот здесь ниже написано, да, 7 дней. Можем нажать на ссылку «Изменить», если нужно внести какие-то изменения. И в данном случае что я делаю? У меня есть домен, но так как я тестирую, мне домен не нужен здесь, да. Поэтому я вот здесь вот на кресте кликаю и удаляю данную покупку. И в итоге вот здесь вот к оплате 0 рублей. И кнопка «Оформить». Можем оформить заказ. Если есть у вас промо-код на скидку, здесь можно указать код скидки. Нажимаю на большую зеленую кнопку «Оформить». Не пугайтесь, что здесь много полей регистрации. На самом деле их тут не так уж и много. Давайте их заполним. Сразу хочу сказать важный момент. С телефоном обязательно нужно заполнить именно так, как указано здесь в примере. Без плюс. Обязательно, если у вас начинается, то есть плюс 7. Плюс не ставим. Пишем 7 и наш номер. Дело в том, что здесь придет смс-ка вам. Для подтверждения аккаунта. Поэтому здесь номер нужно указать правильно. И пишем имя. Фамилия. Эти поля все обязательно к заполнению, иначе вам система не пустит к регистрации. E-mail. Пишу свой телефон. Компания. Ну, те поля, которые не обязательно, они подписаны, видите, не обязательно. Адрес улицы. Далее я заполнил свой дом. ННН для юридических лиц. Оставляю поле пустым. Город, область, индекс. Российская Федерация. Здесь выбирайте свою. Дальше, получать важное уведомление в Телеграм. Мне это не нужно, галочку я не ставлю. Обязательно пароль. Желательно придумать пароль сложный. Если пароль слабый, здесь индикация показывается, что пароль слабенький. Вот эта полосочка, она должна быть зеленой. Тогда это будет считаться пароль надежней. И здесь написано надежность 60%. Ну, так как у меня это тестовый аккаунт, я пишу слабый пароль. Дальше, ниже детали, да, к оплате. 0 рублей. Выбор способ оплаты хостинга. Здесь вы можете выбрать тот способ, который вам удобен из представленных. Я оставляю по умолчанию. Подключиться к нашей рассылке. Ну, новостная рассылка данного хостинга. Если вам это интересно, оставляем «Да». Я отключаю. Обязательно ставим галочку, что мы согласны с политикой данного хостинга. И нажимаем на кнопку «Завершить заказ». Мы попадаем вот на такую страницу. Проверка телефонового номера. На ваш телефон номер был отправлен смс с пин-кодом. То есть вот это поле, куда нужно ввести пин-код. Инструкция по активации тестового периода будет выслана на ваш e-mail после проверки кода. Некое предупреждение, что только сайты на данном хостинге разрешено размещать. Никаких игровых серверов. Прокси и VPN. Вы видели, как я указывал номер телефона. Обязательно нужно указывать в таком виде, иначе вам пин-код не придет. Если у вас пин-код по каким-то причинам не пришел, в случае, если вы не получили смс с пин-кодом, обратитесь, пожалуйста, в отдел продаж. И вот здесь вот есть кнопочка «Создаете тикет с проблемой» и вам обязательно помогут. Мне же пин-код пришел. Я его вписываю в данное поле. Нажимаю на кнопку «Нажмите для продолжения». Если мы все сделали правильно, мы видим вот такую вот страницу. И давайте проверим нашу почту. Ту почту, которую мы привязывали к данному хостингу. В почте мы должны увидеть два письма. Давайте посмотрим от нашего хостинга. Первое «Добро пожаловать». Посмотрим, что здесь есть. Внимание! Для активации тестового периода вам необходимо создать тикет в отделе продаж. По ссылке. Для входа в биллинг-панель используются следующие данные. Биллинг-панель – это там, где мы сможем загрузить свой сайт и как-то настроить хостинг. То есть не удаляйте это письмо. Вот он, биллинг-панель. Ваш email, ваш пароль от данного хостинга. Давайте взглянем на второе письмо, которое пришло несколько позже. Аккаунт хостинга активирован. Данное письмо тоже либо скопируйте, либо как-то сохраните, чтобы его не потерять. Это очень важная информация. Аккаунт хостинга создан. Рады сообщить вам, что хостинг-аккаунт уже активирован и готов к работе. Детали заказа. То есть наш хостик, который мы выбирали. Домен, который я выбрал. Сумма первоплатежа 0.0. И вот важная информация. Если вы заказали тестовый хостинг, то обязательно сделайте переход на платный тариф до окончания тестового периода. То есть вы помните, у нас тестовый период 7 дней. Иначе ваш аккаунт будет автоматически удален. Дальше панель управления хостингом. То есть ссылка, по которой мы перейдем и продолжим работать, скорее всего, в следующем уроке. Также важная информация по FTP доступу сразу нам здесь представлена. Доступ в phpMyAdmin. Доступ к почте. И вот тоже немаловажная вещь, если вы тестируете хостинг и пока у вас нет домена. Технический домен для тестирования. Для использования технического домена перейдите в панель управления, в раздел www.domene. В столбце параметры будет указан ваш технический домен. Через который вы сможете тестировать сайт без смены DNS серверов и прямого перехода на основной сайт. То есть все, что есть, для начала у нас имеется. Из первого нашего письма давайте перейдем по ссылке. Давайте сообщим службе поддержки, чтобы нам активировали тестовый период. То есть у нас уже тема стоит тестовый период. Отдел активация теста. Пишем некое сообщение. Здравствуйте, пожалуйста, активируйте тестовый период хостинга. Приоритет можно выставить высокий. Чтобы на данное письмо быстрее ответили, можно выбрать вложение. Укажите, что планируете размещать на сервере. Ну, можете указать. Сайт. Нужна ли помощь с переносом данных. То есть если у вас есть сайт на другом хостинге, данный хостинг бесплатно поможет перенести вам сайт. Я галочку эту ставить не буду. Дальше ниже блок с предложением из базы данных, обучалка. И нажимаем на кнопку отправить. Тикет создан. Если вы в рабочий день это сделали, то достаточно быстро служба поддержки вам ответит. Итак, на этом уроке давайте поставим паузу. Мы с вами зарегистрировали бесплатный хостинг с бесплатным тестовым доменом. И целых 7 дней сможем спокойно тестировать данный хостинг. Тестировать службу поддержки. Если нас все устраивает, почему бы на данном хостинге не развернуть нам свой сайт. Повторяю, что ссылка на данный замечательный хостинг вы найдете в описании под этим видео. На этом здесь все. И до новых видео, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok